Спокойно и без страстей. Именно так прошли выборы на пост ректора Алтайского госуниверситета. Абсолютное большинство задействующего ректора Сергея Бочарова – 174 голоса. За второго кандидата Романа Ракитина – 52 голоса. И это вряд ли было интригой. Изначально свои кандидатуры на должность ректора выдвинули 5 человек, но по каким-то причинам трое из них не прошли аттестацию в Министерстве образования. В мотивах у Министерства могло быть что-то. Но если университет работы добивается результатов, то, конечно, можно поддержать действующего руководителя и сократить количество кандидатов дополнительных. Потому что понятно, чем больше кандидатов, тем, естественно, возникает для разных рискованных ситуаций больше событий. Судя по всему, определенного авторитета за свой первый срок Сергей Бочаров добился. В начале этого года ученый совет дал удовлетворительную оценку его работе на очередном отчете. И по словам нового старого ректора, университеты государства слишком много в него вложили, чтобы отказаться от второго срока. Что касается единственного конкурента Бочарова Романа Ракитина, который 7 лет возглавляет колледж АГУ, амбиции для еще одной попытки стать ректором у него есть. Я для себя очень многое понял за полгода подготовки к данной процедуре, ведь она была достаточно длительная. Это и развитие собственных компетенций, и подготовка программы развития, и участие в том самом отборе. Поэтому только все начинается через 5 лет, если что, еще попробуем. Но пока следующие 5 лет вузом будет руководить Сергей Бочаров. По его словам, он полон сил и понимания, что нужно делать дальше. У нас есть ряд, скажем, намерений провести трансформацию в области образования, в области научной политики. У нас необходимо развивать международную деятельность. Ну, естественно, это система управления кадрами. Кстати, по словам коллег Бочарова, во время первого срока он достаточно закалился в систематическом противостоянии со своим бывшим наставником. Речь идет о бывшем ректоре и президенте АГУ Сергею Землякове. Что ж, предстоит принимать сложные решения, прислушиваться к коллегам и быть у руля университета, за которым стоит 21 тысяча человек, и ежегодный оборот – более 2,5 миллиардов рублей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.